Это энергия энтузиазма, энергия деятельности каждого отдельного участника. Их расконаправлено. То есть, когда хороший лидер перемен, лидер изменения, он умеет направить всех в нужный рост. А если энергия раздорвана, и кто-то ее... Ну, тогда вот и имеем то, что имеем. Скажем, незавершенные действия. К чему я вот это все привожу? Ну, для профилактики вот пресловутого феномена «Зигарник», незавершенная ситуация. Когда нечто начали, туда вкачали массу средств, энергии, фантазий, желаний, мечт. Нечтол. А? Нечтол. Нечтол, что ли? Нечтей. А затем где-то на середине, ну, ладно, на середине. Да, махнули рукой, да ну его нафиг вообще, слишком затратно это занятие. Мы оставили этот проект без изменений. И в результате достаточно много организаций, которых в нововведении планировалось много, но они не доведены до завершения. И это не только наших стран, там, касается, славянских, да, ну, которые уж славны, с феноменом, но вполне других. Просто потому что в организациях есть некоторые модные темы. То внедляют там какой-нибудь контроль качества, то какую-нибудь компьютерную систему. Но смысл не в том, чтобы это реально внедрить, а моду такая, да, вот моду. А доводить до завершения сложно. Ну, я же говорю, как там, несколько лет назад в эксперте было написано, что российские бизнесмены не приспособлены для фрикций. Они приспособлены на разовый праздник. А для регулярной деятельности у них как-то, ну, не заточено под это дело. Чуть, чтобы какую-нибудь инициативу длинуть, да. Бизнес-идея – это да. А вот для регулярных каких-то возвратных поступательных движений. Ну, в этом сложности для этого я нанимаю, собственно говоря, консультантов, которые способны к этой рутинной работе. Другое дело, что в моем бизнесе, как и в семье, не все на ауксорском, что это здорово. Вот. Пять одежды, конечно, специально обученные специалисты и специалисты, которые лучше выполняют то же самое, чем руководители. Но не все, что это давать на опыт специализированной организации. Так как наша задача – помочь самому руководителю вместе с организацией заниматься этими регулярными движениями. Вот. То есть, ну, как-то регулярно действовать. Осуществить помощь в извлечении опыта. Как это делать? Вот. Ну, и что? Я смотрю, с тревогой вас считаю. Все соображаю. Хочется, что ты только вышел. Ну, я предупредил. Ну, тоже требует. Минтер работу постоянно всех пересчитывать и соображать, кто куда делся. Да? Вот. Представьте руководителя, который вот так ходит и пересчитывает, кто у него сегодня в составе, а кто нет. Поэтому я и говорю, давайте относиться к пространству наших занятий, как к игре. Вот, понимаете, если человек играет в каком-то виде спорта, вот эти истории, что матч там футбольный начинается, он будет рассказывать про пробки. Шшшш. Шшш. 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 Побачивайся. В любых погодах. Шшш. 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 Шшшш, шшшш. Шшш. Шшшш. Ситуация, да, люди работают, вышел, кто-то зашел, там, поговорил. Это же все ненормально. А ты кому говоришь, что ты перезвонил? Вообще, по-сторону нужны. По-третьям, вот есть. Не, в голове машина, что-то, наверное, если только друг, а принимаете, тогда не принимаете. Ну, действительно, определят, в каком виде спорта мы, вообще-то, находимся. То ли это футбол, то ли хоккей. Как уже одеваться в трусах бы, с трусом там. Ну, в смысле. Сережке кубки можно или нельзя? Как уж, что-то рассказано. Ну, конечно, не. Какая игра у нас? Как ты, ну, в хоккей вообще? Ну, как минимум. Пока по-другому. Пока по-другому. Пока по-другому. Ну, да. Как это, если ничего делать, да? Я как-то очень против жестких каких-то, ну, что мы не думаем. Я думаю, что мы не думаем. Давайте как-то по пять гривен. Да, у вас взрослые, да. Взрослые, да. Взрослые, да. А, да. Триванс, воскору, грей штрафов. А в компонтанье это пять минут, пять гривен, да? Пять минут, пять гривен? Да, да, да. Деньги – самый хороший мотиватор. В организациях люди по большей части работают за зарплату, но мотиватор не только. Ребят, мотивируем. Мотивируем. Тоже интересная обстановка. Это еще какие-то давние практически советские дискуссии о том, что в какой-то строительной организации решили применить опыт финнов. Ну, увидели, как финны строят в Советском Союзе, а у них высокая зарплата и дальше штрафы. То есть цемент не туда выбросил, молоток не на месте лежит, не на месте висит. И в мастер-ходах все это записывают. И в конце месяца, соответственно, из-за огромной зарплаты остается какая-то часть. Когда нашим научим предложили, они резко отказались от этой системы, но они сказали, что они так ничего получили. Наплачивать, Витя. А? Нет, это было в Советском Союзе. Хорошо, можно быстро отработать. Нет, а сейчас то, что я вам хочу предложить, ну, совершенно невырословатое действие такого модели. Я бы все здесь рассказываю про эти силы за изменениями, за стабильность и так далее. Ну, давайте посмотрим, как можно работать с изменениями, со стабильностью. Ну, я бы предложил сделать где-то порядка 2 группы по 5 человек, наверное, вот так. И тогда у нас останется еще... 8. 8? Да? Ну, если вам не считать. А, если... Не, мне не считать. Вот. Ну, и тогда из оставшихся сделать 2 группы консультантов, которые бы эти группы консультировали. Задача этих малых групп, ну, участвовать в некотором новгородном шторме, потом в открытой дискуссии. Ну, вот такое действие эксперимента с 4 актов. Я бы не получил. Ну, мы считаем, что если у нас будет стабильная ситуация, наша организация, то, скорее всего, у нас будут сохранены такие традиции. Скорее всего. Кто? Сохранятся традициями. Традициями. Кому будут сохранять традиции? Ну, у лаги. Я считаю, что первое наше огонь – это сохранение традиций. Ну, мы хорошо помним, что случилось с динозаврами. Почти, ну, как-то с изменениями. Ну, и, прежде всего, мы считаем, что изменения позволяют создавать новые традиции, которые адаптируют к окружающей среде. Еще раз, пожалуйста, я не расслышала. Я просто медленнее осталась соображать. Правильно. Мы считаем, что изменения позволяют создавать новые традиции, чем приспосабливаются к изменяющейся среде. Новые традиции. Я понимаю. Наш следующий пункт – это стабильное соотношение. Оно позволяет, ну, так как мы у нас стабильность, и нам ничего не грозит, позволяет нам не совершенствовать наши знания и навыки. У нас есть время для того, чтобы не разниться, как-то не неначать, а усовершенствовать наши знания и навыки. А у нас же изменения способны поиску новых источников доходов. Поиску новых источников доходов. Да. Да. Мы стабильны, консервативны больше. И нас устраивает стабильный доход. Мы понимаем, что это стабильный доход. Мы считаем, что изменения позволяют быть спонтанными. 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 Ну, может быть, не спонтанными. Спонтанными – это значит такие вот. Мы не ошибаны. Мы просто… Наша стабильность позволяет нам быть увиденными в завтрашнем и знаем, что мы завтра проснемся. Здоровые, мы будем медицинские. С стабильным доходом. Или стабильно озабочены. Изменения способны развитию креативности. Разбитие креативности. Повторили. Как и вы. Например. Ой, я на самом деле, да. У нас есть… Мы стабильные такие. И у нас все, на самом деле, все одно и то же, да? Ну, потому что стабильность позволяет… У нас есть… Да, это я размышляю. Ага. Вот. У нас есть… А у нас есть что? Интерес в развитии. У нас есть интерес в развитии. Потому что мы же не каждый день развиваемся. Это штаковидка для нас. Ну, интерес в развитии. Такой у нас потенциал большой. Это очень сложное обрушение. Сложно. А стабильность здесь? Да. То есть стабильная мечта и депрограмминская торгим, наверное, люди, вы же не спрашивали про спонтанность. Если вы спонтанны, то у вас может завтра организация развалиться. Вот у меня с временем в голову, чтобы переговорить. Я не понимаю, что аргумент за стабильность. Аргумент за стабильность в том, что у нас есть время поразмышлять и разбить. То есть мы с вами не считаем. То есть мы просто не любим, на самом деле, повторять. Как мы можем развиваться без стабильности? Развиваться без стабильности. Мы же стабильны. Мы стабильны. Мне просто интересно. И вот немножко развиваться, да, развиваться, это значит можно развиваться, не бежать. Ну, конечно, новое поколение, которое извинение, оно может реагировать сходу. Значит, так, считаем, что извинение позволяет быть азартным и эгостинным. А, как вам идет? У нас есть очень четкие прогностические возможности, потому что все остальные. А изменения нам дают свободу выбора? Свобода выбора. У нас недавно стабильность давалась. Ну, все измечено. Да, все измечено. Ну, мы, наверное, свободу выбора такой прям не обладаем, конечно. У нас есть четкое, четкое планирование. Четкое. У нас мы можем планировать, и оно все исполняется, потому что у нас все стабильно. Так, не дописывайте там. Я зачеркиваю, ранее сказано, что я ведь отзываю. И на ровно, как раз в сети не написано. Ладно. То, что мы передаем изменения, позволяет нам поддерживать постоянный интерес к окружающей среде. Еще раз. Я забыл. Мы не поняли, поэтому... То, что мы передаем изменения, позволяет нам сохранять интерес к тому, что происходит к окружающей среде. Ну, да, это, конечно, важно. Да. Мы просто в нашей стабильности, потому что, ну, у нас же, видите, не такой энергетикат, мы минимизируем издержки. Минимизируем. У нас очень много материалов. У нас очень много материалов. Для того, как бы, эти зрители, да, и новые какие-то сферы деятельности дают большую прибыль. Большую прибыль. Больше прибыль. Хотя она у вас не была, но я бы не говорю. Ну, да. То есть, то есть, есть возможность здесь по сохранению того, что уже вы сделали? А у нас стабильный доход. А у нас стабильный доход. Ну, мы тоже повторяем. Хорошо. У нас в его периодически с кем вы, может быть, все мы ходим? Да, мы ходим не будем. Понятно. А у нас там гид этот, все время мы можем директорами стать, потом одеться, все остальные доходы. Хорошо. Ну, подождите, это уже было. Привозь, извините, у нас расширение рынка. Расширение рынка. Рынка, вы снова прибыли, либо... Я говорила, вот я где-то словно говорю, у вас новых источников дохода. Дохода, ну, прибыли, да, доход, нет, вы были. Хорошо, что мы прибыли доходы, как мы должны. Ч-ч-ч-ч. У нас аналогичка. Тихо. Ладно, я, собственно, согласна. Продолжение молодежи нам за ноги не убраться. Это однозначно. Я думаю, медно нам. Может быть, повторяешь, конечно. Это стабильность. Стабильность в повторении. Стабильность. Это наоборот. У нас есть зато в стабильности, когда организация работает стабильно, четко, да, у нас есть четко прописанные правила и должностные обязанности. Все знают, кто, кому, что делать. Ну, в отличие от некоторых с прогрессивным, слишком креативных организаций, все знают, кто, на что, на что, на что. Хорошо. Однако изменения и развитие позволяют нам выходить на руку в какой-то новую уровень. Личностного развития, если давать новые инструкции, адаптировать их под изменяющиеся, изменения, умножающиеся, и на руку. У нас есть такой ресурс, не такой ресурс, а такая возможность стабильности, стабильности, как оптимальное использование ресурсов наших, ну, нашу шляпку энергии появляется, и мы оптимально их используем, с исключением вообще каких-либо издержек. То есть у нас птичек нету. Птичек нет, у нас стабильный какой-то доход. Без минусов. Я понятно выражаю? В чем ремонтность предыдущих? Это объяснение. Потому что вы не понимаете. Нет, нет, конечно, предыдущие у нас было вообще не компромиссные правила, и не должно ли оборудоваться. То есть у нас были совершенно гагностические вопросы. Я не знаю, что вы именно обоиметесь. Против. Для нас же изменение возможности ресурсов, заранее того, что когда включится адапты, для вдохновения, это может быть. Ой, тут я вам, конечно, не загибаю, потому что у нас в стабильности у нас спокойные нервы, а значит спокойная вся жизнь. Потому что от нервов все болезни. У нас никаких стрессов. У нас все заранее объясняет. Никаких стрессов нет. Поэтому мы спокойно живем, рожаем здоровых детей. Окей, но зато в какой-то момент нужно закончить вдохновение какие-то. У вас? Случа нет. Нет, нам очень спрашивают. А у нас нет вдохновения. А изменения дают гидкость и повышение адаптационных возможностей к нашей неустойчивой, нетабильной жизни. У нас есть у каждого сотрудника четкий статус. Он знает, какой статус у него будет следующим по продвижению, по должностной бизнесе. Изменения позволяют нам, как в России, приобретать новый статус, новые функции. Новый статус, новые функции. У нас в стабильности, когда все так идет по главке, накатанной, все четко и стабильно, есть возможность сформировать такую четкую, очень хорошую корпоративную культуру. Это значит, если какой-то новый сотрудник это был агрессивное приучение, да? И значит, он говорит так, ой, давайте теперь все жить по-новому. И они такие, конечно, давайте. Так? Ну, я думаю, что не совсем так. Не совсем так. Не совсем так. Новые статусы, конечно, приходят, но они стабильно долго работают. Стабильно долго. Вот новые сотрудники, которые приходят, однозначно, они истина, молоды, красивые. И они долго работают стабильно. И что позволяет нам, самое главное в нашей жизни, самое главное, создавать длительные отношения, доверительные, длительные отношения за тебя никто не кинет из нога. Скажем. Да. Кому? Да. Кому? В то же время, только изменения позволяют нам видеть огромные недостатки стабильности в прошлом опыте. И только стабильность позволяет... Я вспомнила один опыт. Только стабильность позволяет изгладить все нанесённые ущербы некоторыми меня... Но вы были изменили. О конструктиве это дальше. Давайте. Так вот, мы считаем, что изменения способствуют инсайдам. Я являются бесценными. Чем-чем, простите? Раздрением. Раздрением. А, у вас сейчас на них еще? Все. Тесты проходят. Все. Угу. Да, я поняла. Все. Я поняла. Ну как? Остановимся. Еще раз, есть четкие границы для рук нехвы, которые мы соблюдаем. Четкие границы. Вот, например, сейчас время, и мы четко сразу остановимся. Спасибо. 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 Это первое, мы поддаем ответ.